всем привет всем привет сегодня такой классный день на улице после вчерашнего очень тепло был такой густой туман ночью в принципе все то же самое но только так тепло я вышел думаю сейчас задрыгнул вчера была салагина такая важен как всегда сырость вот а сегодня просто замечательный такой прогноз стоит на всю неделю то есть где-то 12 13 градусов плюс ночью тоже плюсовая температура 5-6 пасмурно дождливо и тепло да и у нас сегодня еще годовщина нашей свадьбы правда мы ее каждый день отмечаем и говорим как хорошо что был этот день да сейчас бы пройти заново все я сегодня включила наш диск мы его не смотрели наверное лет десять и думаю ну сколько вкус скучно наверное смотреть свою свадьбу оказывается интересно хорошо повеселились столько изменилось всего за эти годы ну ладно мы сегодня покатаемся давай дорожку тоже поснимаем все поехали 10 и 5 чего 10 и 5 а температура 10 градусов у вас такая же не на владивостоке может еще плюсовая держится ну просто по ощущениям очень здорово вчера было плюс 4 была холодина сегодня раз 10 ощущениям очень тепло девчонки привет как вам наша новая машина меня кристина и я мы научились эти браслетики рогатки плести плести да здорово молодцы я училась из 3 масле но она не знает но она умеет эти браслет тоже умеет да как вам наша новая машина когда конечно нравится да конечно целый автобус для путешествий крестишь ладно она уже взрослая и уже никогда на нас обращать внимание а лере хочется выговориться да будем что не говорить говори особо говорили ничего на самом деле новостей до сих пор никаких нет то есть ничего не происходит как-то даже странно что такое затишье тысячи скажи страшно но просто ничего глобального не обсуждают ничего такого не знаю ни фестивалей не ярмарок не приезда каких-то снимает два новых фильмов а я сейчас сегодня от монтировал видео предыдущие и вспомнил добавил фотографии выставки автомобилей у нас европа всегда приезжали ретро автомобили помнишь это какого-то пока я вот недавно видел одну из них на польских номерах приехал я имею ввиду что раньше хоть как-то так даже дружили что собирались на какие-то мероприятия там проходили довольно интересно на самом деле у нас еще и новости у нас потихоньку ну активненько так разбирают дом советов конечно непонятно чем это дело кончится разберут обещали через год полностью но надеюсь не новым торговым центром калина мол вместе королевского замка хотя не уверен а да кстати знаете интересная новость на рыбной деревне знаете вот где маяк рядом есть такая стеклянная пристройка кафе оказывается это незаконная пристройка еще в 2016 году было получено уведомление о том что необходимо разобрать прошло семь лет она стоит на месте и вдруг у нас опять ею заинтересовалась администрация искали разобрать немедленно это где вкусный хлеб но вот где-то там я не знаю точно который мы снимали около моста может на парковке возле маяка прям перестройка к маяку где-то опять делят да что-то делят опять кто-то захотел свое наверно поставить а место занято я тут возил этого застройщика и допустим что-то разговорились там про всяких веркалазов и так далее вот оказывается у нас вот этот двфу или что медицинский филиал то застраивают бфу вот и туда этих мегаполиса не пустили строить намекнули типа это вот за ним где краны стоят сейчас то нет имеется да на территории учебного заведения ты помнишь на невского то заработает еще один корпус да ну знаешь что строит кто фсбшники фсбшники московские они казали губернатору намекнули типа туда не лезь будем присматривать ну просто разговор не об этом о том что как тебе сказать ну потихоньку москва нашла здесь какой-то этот изюминку прибыль который я заинтересовала мы кстати в центральном районе же до центрального же вот как бы центральный район редко вам снимаем в основном ленинградский поэтому вот чуть-чуть вас покатаем золотая осень кто-то просился же карла маркса сейчас вот поворачиваю по центральном районе хотя я вот на днях ездил и прям так если честно то ли становлюсь калининградцам то ли что прям все равно то ли очень часто езжу что марина то здесь конечно бывает не то что редко я вообще здесь только когда мы едем куда-то а так когда целый день пытаешься я вам скажу честно что целую неделю мне приходится очень много передвигаться именно по своему ленинградскому району от ученика к ученику от центра к центру и воскресенье так приятно находиться дома просто но у нас девчонки наоборот получается всю неделю дом школа школа дом и очень хочется вырваться куда-то поэтому вот все равно вырвались наверное уже все посмотрели это видео про наше купленное авто вы примерно об этом и мечтали я сегодня так выходной день и просто ради не то что прикола как вам сказать это как как мы говорили про владивосток что очень интересно ездить на машине которая большом количестве разбирается с японии ведется наличие по запчастям так вот это как раз калининградская машина потому что на нее все есть ну очень много конструкторов стоит на разборках и можно все от кнопочки там до болтика где-то найти если вдруг просто если что-то отломано там косяков то много не сейчас вообще просто когда-нибудь если вдруг все понравится все устроит есть много всяких вкусняшек их можно заменять мы кстати обнаружили что у нас во-первых все сиденья можно поменять местами их можно развернуть сделать такой столик организовать в центре да и дружной компанией как-то проводить время путешествие а многие говорят вытаскивают все сидушки нужно матрасы вот тебе отдых на огромные оси дужки использовали сиденья улице полноценный кресло ну вот в центральном районе дороги похуже дачи в ленинградском очень много заплаток да и много брусчатки потихоньку делают конечно я недавно ездил по улице красной и и практически сюда для карл маркс это все сделали закатали ну все конечно обсуждает тот момент что брусчатку уложили конечно очень неплохо а как рассказать бордюр то поставили новый не старый или прям беспокоиться о том что такую работу выполнили еще как мы с человеком разговаривали а вот как раз и прораба забирал с этой с красной вот и он сразу пояснил типа вот по технологии тоже как бы они же грунт выкапывали и коммуникации заливали монолитом из бетона и вроде как бы бетонное покрытие вот это оно не с этим не совсем надежная исходя из того что если вдруг какая-то тяжелая техника проедет то она может провалиться бетон и дорога вы смысл в том что просто человек калининградец он такой горит немцы что так не делали а дорога стоят сколько а танки то тоже ходили по ней ну да там же как бы смысл в том что тяжелая техника тоже было а сейчас все думают от вот видите от духовного паса на самом деле все какое-то великая она нарядная это же деньги все картинка как все думают сейчас а как бы заработать денег а это вот улица катя здесь очень красиво раньше конечно это место мало кто любил потому что дорожка была узенькая разбитенькая но зато здесь красивый парк вот здесь вот райончик очень интересный если погулять хорошо и очень много зелени красивое место атаку в основном здесь конечно частные дома не частенько частные частично частное частично здесь будет очень много снт сейчас подряд будет сантета одно другое третье направо налево и очень повезло многим что вот эти снт превратились вот коттеджики такие такой частный сектор хотя и сев ним свернуть то там будет такая узенькая дорожка и но настоящая снт как положено на даче дачная дорожка без возможности сейчас самое важное конечно раз это надо поставить на учет машина ну так получилось что пришлось заполнить договорку на продаже не пошло так как всегда всегда ну думаю ну ладно чего мы же не то что на продаже покупаем машину если все нормально то у нас принципе она все равно устраивает и много места и бензинкой и высокая для дорог для прощадки хорошо механика да и бог разница особо никакой нет вот сейчас едем мы на техосмотр давайте может быть как-то это поясним как это все прошло потому что мы всегда ездили туда на техосмотр по звонку знакомая девчонка звонит записывает и приезжаешь там подъезжаешь на камеру а там все бумажный техосмотр не распечатывает его просто скидывает электронный да и все так что сейчас заедем на техосмотр и вам это самое немножечко покажем как 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 произошло мы что-то решили по пути посмотреть где находится этот теодор кроны столько раз уже подписчики просили доехать до нового жилого комплекса строящегося называется теодор кроны он расположен недалеко от парка одноименного ну вот саша что-то вдруг про него вспомнили давай завернем давай мимо едем мимо едем хочу мимо отчего мимо подъедем хотя бы два слова покажем так что кого интересует смотрите правда может быть мы не с лицевой какой-нибудь стороны а здесь вообще вот видите немцы еще зато вы будете иметь полчаса дороги вот тебе и теодор кроны 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 много частного сектора конечно очень хорошо а то у нас некоторые не то что подписчики а вообще знатоки любители калининграда они ограничиваются тем что центральный район это только амалина улица кутузова на ней там есть 10 домов которых возле них надо жить плохо конечно хотелось бы чтобы плохо что здесь нет совсем никаких тротуаров конечно ну это и по сути снт вот на доме какой-то прям красный флаг ну это советский флаг гамиль да обратно сейчас прямо и потом быть не на вот как вы здесь состояли уже еще посты стоп а мы здесь живых стоп 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 это было прямо ехать к этому к теодор кроны дорога тут совсем не очень ну не то что не очень и тут прям смотрите с тенистой аллеи сворачиваем направо если ехать с окружной видим куда-то дур крона но это конечно с правой стороны вот этот бетонный забор всего видать было это военная часть помнишь за ней всегда там в снт эти там у дома было много раньше хотя тут первое самое первое место самое первое снт где появился газ ты дурку рун и кучу вообще мне интересно есть другая дорога наверно можно посмотреть вы нашли другую дорогу надо как-то мне намного лучше она называется темным лесом зато в парке ну да все же и говорили что вот это справа этот уберцелёжный панцир там мужики какие-то шарятся грибы ищут таксист на них привез они пошли пожарить думаешь на чем-то поперлись в туалет можно сходить хоть где если вы не поставите нам лайки за то что мы преодолели такую дорогу и добрались до вашего теодора кроны до вашего это еще надо поискать таких не луну может быть дорогу сделают куда-нибудь либо есть третий вариант он тоже впечатление по карте что тоже грунтовая интересно что прям в лесу да ну вот в парке в этом фишке есть люди заходят смотреть типа это сам из карты смотришь и находится стройка в лесу пока не только дороги нет но не освещение ничего сейчас уже в шестом часу темнеется у нас тоже как учреждение а затем поверните налево так пойдем искать так ну у нас навигатор то привел теодор крона это как раз этот скажите мне диспансер да но он тоже детский стационар а здесь вот получается братская могила наверное что это чуть дальше памятник подвигу бордунова бордунова здесь вот видите прогулочная зона какая небольшая вот какая-то дорога ну вот это и есть вот площадка вот смотрите с правой стороны вот это будет а вот дома вот первым построили все прокатимся значит выезд вот здесь наверно все таки он более цивилизованно выглядит туда не пойдем а так сходить прогуляться прогуляемся на пешком возьмем или ну слушайте смотрите как здесь круто конечно построено так вот и она видно эти крыши то ли использованы вот эти ну наверно это сейчас модная фишка вот на первое впечатление это то что конечно я соглашусь мы-то ехали по навигатору здесь возможны другие дороги выезд наверно на победки и тут на победку и пойдемте вот здесь по дорожкам видите уже просто чувствуется что здесь воздух уже очень вкусно пахнет такой вкусный воздух но я бы вокруг комплекса поставила высокие заборы много фонарей и видеонаблюдения это бог с ним что ты конечно говорить о том что там школы садики и так далее ну они здесь есть но они здесь еще муниципальные которые вот первые были муниципальные первые советские еще наверно а так симпатично симпатично сделано тем что смотрите первый этаж выложены из керамогранита душ уже не просто из караеда здесь конечно будет еще один корпус наверно строит вот поэтому и вот как-то поле не очень смотрится поэтому что все застроит и будет получше этот видеть и скорее всего дорога вот туда на подлетку это ручей для наш здесь был и он кстати на самом деле тискаю скажу что ручей это не грязный ветер нет почему пока это старый ручей старый дренаж по крайней мере тот который идет на гагарина он не очень так выглядит как здесь смотри какие балкончики открытые марина симпатичные до стеклянные перила я б сказал бы этому удачненько зашли самое плохое что как наши подписчики говорят что не пойму сейчас что делать калининграде потому что как там семейная ипотека еще куда не шло обычная 12 процентов нет никакого смысла да ну под новостройку можно взять и семейную и льготную пока ипотеку так что успевайте я посмотрела что здесь квартиру очень большие очень много трехкомнатных они от 100 квадратов и больше и стоимость квадратного метра от 97 тысяч рублей за квадрат до сто тридцати восьми тысяч рублей за квадратный метр на данный момент существует чувствуется как будто верхолаз что ли строил не знаю вот смотрите даже сделали такие лавочки для места для отдыха и если заметите то даже них от но отшлифовали как полированный бетон вот как бы что вода попадает он как бы смотрится так стильненько в стиле лофт потому них сутри на площадке сидит медведь видела не вот это и залетет на всю площадку такой деревянный деревянная какая-то площадка деревянный стиль как избушка в лесу вот видите как мы удачненько и хотели детей вывести куда-нибудь в луну новое место слушайте ну блин честно говорю что бежит река и она чистая чистая речка здесь даже рыбачить можно только самое интересное что она это то ли это наверно знаете река идет из залива наверно потому что она идет в сторону течение в сторону города они из города поэтому и чистое были менее нет здесь знаете кто строит калининградские торгово-строительный холдинг тот который построил на дзержинке нравится нам комплекс с мечом то как он называется грант штат грант штат он очень хороший и вот прям как бы все вот эти элементы также он никогда не экономил на строительстве то есть даже вот эти домах которые строились очень и очень давно и когда особо не привлекали клиентов и все равно у них отделка подъездах помнишь какая классная ты вот посмотри я всегда говорил что нашим не хватает чуть-чуть какой-то обычности то бишь вот смотрите первый цокольный этаж выложен красиво плиткой то бишь представляете там не знаю не выцветит через несколько лет и вот смотрите вот этот элемент выложены из плитки до самого верха где ли лестничная площадка вот смотри вообще огонь четыре очереди предполагается 12 корпусов представляете однокомнатная квартира от 7 с половиной миллионов двухкомнатная девяти с половиной трехкомнатная около десяти миллионов стоит всегда небольшие всегда так загадочно вот мы с тобой идем просто в чистом листе до до тишина вот такая классная здесь еще никто ничего не пилил не сверлил и что его характерно мне вот нравится что ты здесь чувствуешь себя спокойно потому что нет вот первое что мне не нравится это года когда на входе тебя встречают эти росгвардии или еще кто-нибудь будет мне кажется будет не знаю но сейчас уже должны были тогда как говорится охранять имущество то пока очень комфортно если она будет не загороженная приятно видеть людей которые приходят вон оттуда скатина чтобы здесь просто посидеть поддохнуть не видно никаких бутылок я имею до сюда лукаши не ходят вообще пока следов жизни не видно ну сейчас там бабушка с ребенком приходила покачаться поиграть как будто ключи еще ними не выдавали не знаю может быть просто еще ничего не продавали видно что есть подвальное помещение естественным освещением очень нравится прогулочная зона на самом деле вдоль вот этой речушке и вокруг лес бегать можно воздух очень вкусно прям вот такой как будто действительно постановлю в лесу находишься а там небольшой водопаде сону либо это что-то сливают из трубы не там ты порог чуть-чуть такой просто ощущаете как вы даже вообще да вот это вот назначение вот это что-то такой вот это это подсветка а ты так и не поймешь это вот чтобы светила на дорожку не дали лицо зачем делать высокий стал бы тебе же самое главное чтобы видно было куда идти ну да вот смотрите как должна выглядеть площадка ну я имею ввиду что чистенько этичным способом здесь смотрите много очень таких вот сплошной лавочки потому что здесь можно и полежать посидеть разместить какие-то вещи посидеть на компьютере в интернете да и вот такое скалолазилка да лера это вот лазить по ним надо сфотографировать это прям красиво смотрится здесь вот небольшой такой порог а там с левой стороны виднеется прям пруд не знаю вообще как бы а здесь дорога и мостик свои какой старинный хранится марина немецкий еще мост сюда дорога ведет конечно не курс или вы какая-то пара кинет пара минет только пару слов потому что давид очень красивый поймите чего-то мало осталось я бы здесь пожила во первых очень энергетически приятное место хотя боюсь что может быть комары будут не знаю летом не знаю если бы они были не сейчас бы во-первых не импонирует застройщик очень и как-то сделано все хорошо душевно большая парковка вокруг лес территория очень большая смотрите как комфортно но я посмотрела что близко конечно школ детских садов нету куда-то возить но как место для проживания очень хорошие если к этому так относится что друзья хотели мы вам сказать пару слов люблю нашу страну заехали на осмотр не выходили ничего не делали ну всегда через знакомых конечно делали вот полторы тысячи стоит осмотр просто заезжаешь на яму я фотографирую для базы и все пять минут полторы тысячи рублей и все и ты счастлив в принципе не понимаю разницы раньше страховой компании сразу выписывали те за 900 коротко рубли да еще 2 но 2 секунды дороги надо все равно показать и не получилось чудесно конечно прям этот похождение не я почему-то раньше думал что только через знакомых надо проходить их осмотр чтобы так без проблем не чтобы тебя ничего не спрашивали там не тушитель там и так далее все эти тилетки они у нас кстати с собой лежат вот я сумку принес но тем не менее оказывается можно так просто брусчатка не знаю даже слышно наверно же обручал уже с этим калининграде очень много мест где переезды убрали переезда в брусчатку на ленском проще на ленском проспекте сейчас убирают брусчатку от готовится хэллоуина страшные такие фигуры ночью встретишь наверно за это тоже старинные около гостиницы москвы отреставрировали очень приятно что брусчатку не то что убирают а убирают с переездом потому что в некоторых местах она затрудняет движение и от этого пробки бесконечные бесконечные пробки мы давно в калининграде живем это можно короче по миру надо прогуляться хоть чуть-чуть показать так ребята мы сейчас едем в одно рыбное место не знаю рыбная начаться нерывная то может уже не рыб может быть не ровно взялись за стадион балтика или тут перед ним полгода нужно перебирают так ну что вы едете с нами мы приехали за рыбкой в камчатский двор как всегда правда если честно последний сколько раз мы были как-то ассортимент стал победнее все-таки трудности с провозом есть рыбы все равно охота так что всем добра мы пошли за рыбой до тем добра сегодня был чудесный день так что пишите как всегда ваш комментарий ставьте лайки пока так и она он и и и и